Виктор Иванович Кардашов 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 Вот сейчас в сборной молодежной России играет Маргасова. В Ростов пригласили, я не хочу сказать, что после этой игры. Но, тем не менее, ребята вышли и... Показали себя. Да, и мало того, еще и центральный защитник гол забил, в частности, Никитин. Поэтому в футболе все бывает. И на бумаге всегда проще расписывать. Раз ЦСКА, значит, оно победило. На самом деле мяч круглый, и точных 2-3 удара, и все может быть. Да, мы надеемся очень на победу. Ну, естественно, я думаю, что иначе и быть не может, что уже мы бояться должны. Вот следующая игра в рамках чемпионата, я так понимаю, 1 апреля, да, у нас пройдет? Да, с ротором. В день дураков, да, с ротором. Мы помним этот клуб, вот, времена Олега Веретейникова, 90-е, да, это был супернападающий. Сейчас Енисей боится ротора? Да, в общем-то, вот так, если говорить по нашему составу, по всему, мы никого не боимся. Вот так, чтобы кого-то бояться, я такого ничего не знаю. Хотя, вот из тех матчей, которые я видел у нас на стадионе, конечно, у нас была трудная игра с ротором. И ротор, вот, ну, бывает так, такой момент, что ничья для нас была лучшим исходом по игре с ротором в Красноярске. Я вот так оцениваю ее как болельщик, как президент клуба. И у нас игра была, которую мы, ну, явно проигрывали в Томске. А так, в общем-то, игры такие догола идут, и где-то удача, где-то что-то там. Ну, поэтому бояться, мы так, собственно говоря, по-крупному никому не проигрываем. Команда квалифицированная, так скажем. Да. Вот мы идем в ФНЛ на 10-м месте. Это отражает реальные возможности клуба. Но возможности какие имеются в виду? Финансовые, либо игровые, футболисты? Ну, игровые. Вот, говорите, вроде по составу мы не уступаем. Вот почему тогда мы в середине таблицы? Ну, у нас вообще задача на сезон была именно закрепиться, вот, получить ресурс времени, чтобы команду развивать, да, строить. И вот, и работать с молодыми футболистами качественно. Поэтому, конечно, но место, учитывая, что все равно я так же, как и любой болельщик, хочу, чтобы в каждой игре побеждали, и там, чтобы уже давно у нас было очков 40. Но вот так получается, что здесь я не могу директивно очки записывать команде. Вот, конечно, к сожалению, мы, вот, что, как говорится, вызывает досаду, это то, что мы как раз дома проводим неудачные матчи и не побеждаем. Вот, как-то победа ускальзывает, так же, как вот с Салютом было и в других матчах тоже. И поражение имели вот в этом розыгрыше, но еще вот в прошлом, в 2012 году. Но зато мы выигрывали очень хорошую игру, по телевизору смотрел в Уфе. Наши выиграли все-таки Уфа, заявила о себе. Да, один из них. Также обыграли Нальчик дважды, так вот, сильными командами. Но это вот мы снова возвращаемся к психологии, и, как говорится, объяснить, когда произошло событие, все, что угодно можно. А написать сценарий победный, это непростое дело, надо сказать. Виктор Иванович, а на какие деньги сейчас играет Енисей, и насколько этот бюджет наш сопоставим с нашими прямыми конкурентами? Ну, я всех бюджетов не знаю. Вот, то, что публично было по ТОМИ, они декларируют бюджет свой 800 с лишним миллионов. Ну, и как бюджет уже премьер-лиги. То есть, не сомневается, что выйдут. Ну, и бюджет больше Урала существенно. Основная масса клубов живет не просто в ФНЛ, в общем-то. Мы видим это то, что происходит в Новокузнецке в настоящее время. Да и практика снятия и Сочи, и Камаза, и Брянска, там, других клубов. Говорит о том, что все-таки российский футбол, даже уровня второго дивизиона, да и в премьер-лиге тоже такие факты есть. Проходит непростой период, когда вот не сложилась система, как сложилась она в некоторых странах. И уже в премьер-лиге надо, ну, по этому поводу, что делать? Мы находимся в таких условиях, надо работать. И мы такой работой занимаемся. С одной стороны, есть финансирование бюджетное на строительство футбольного манежа, женской команды, там, Дубля, Дю США. И есть задачи поиска и партнеров, и спонсоров. Ну, и есть работа клуба, в конце концов, и коммерческая тоже. Одна из них, допустим, это работа на футбольном рынке. И у нас вот в последнее, ну, вот в этот, в цикл, который идет, мы неплохо распорядились талантом вратаря. Продали за 15 миллионов рублей деньги для клуба существенные, надо сказать. И могу сказать, что до перехода на вот этот календарь, который все критикуют, мы собирали сбор с матча где-то свыше миллиона рублей. Конечно, сейчас кассу клуба болельщики не пополняют, потому что, ну, и понятно. Прохладно. Ну, прохладно, конечно. Ведь трудно рассчитывать. Одно дело, в июле игра, когда мы играли с локомотивом, так сказать, подъем болельщиков. Три миллиона заработали. Да, свыше трех миллионов. Хорошие деньги для клуба. Конечно, для клуба и... Но, в принципе, мы так все равно все. Вот у нас бюджет, он из составляющих таких есть бюджетная. Вот часть то, что по решению законодательного собрания правительство края выделяется. И есть спонсоры, и есть то, что клуб сам зарабатывает. Вот за последний период клубам привлечены соезд всех источников свыше 30 миллионов рублей. Это, я считаю, что... Самостоятельная работа. Это работа клуба непосредственно. И, конечно, мы хотим, пока у нас... Ну, нет, для этого не хватает оборотных средств. Вот появится футбольный манеж, тоже будет источник для зарабатывания денег. Потому что можно будет и соревнования проводить, и в аренду сдавать. То есть, там есть, уже предусматриваются и залы атлетические. Так что, это один из вопросов, раскачивать и собственные источники доходов, которые могут быть у клуба. Хотя, понятно, что на данном этапе они не смогут еще долго закрыть все нужды по оплате труда футболистов и так далее. Виктор Иванович, вот интересовал меня все время вопрос. Вот у нас в России в 2018 году будет чемпионат мира по футболу. Существовала ли какая-то маленькая надежда, что Красноярск тоже попал бы в список городов? Нет, этот вопрос не рассматривался. В общем-то, я думаю, что его актуальность была равна нулю, в принципе. Но нельзя, в общем-то... Ну да, но это из области фантастики. Ну, конечно. Ну, так бы нам, может быть, дали денег на стадион. Это тоже наша проблема. Но, естественно, что надо, я думаю, что не останавливаться и такое право заслужить именно развитием футбола. Вот о бизнес-модели клуба мы уже так затронули эту тему. Сейчас в основном средства, я так понимаю, привлекает из бюджета. Но это не самая идеальная, я так понимаю, модель. Но в настоящее время... Другого пути просто пока нет. В настоящее время, если это в целом у нас так в государстве российском происходит, конечно, хотелось бы, чтобы было по-другому. И мы работаем в этом направлении. Но простых решений здесь нет. Хотя мы имеем существенную поддержку бизнес-структур. И нам и Роснефть оказывает спонсорскую помощь в том розыгрыше. Там и наши предприятия, и нефтепродукты те же, в общем-то, у нас отношение хорошее. Но чтобы по-настоящему развивать клуб, конечно, хотелось бы иметь в столе договора на 3-5 лет вперед, чтобы были взаимные обязательства. К этому надо стремиться. Пока этого нет, к сожалению. Но я думаю, что это вопрос времени. Мы надеемся, что спонсоров у клуба будет больше, результатами он будет нас радовать. Спасибо большое, Виктор Иванович. Спасибо за внимание к клубу нашему. Спасибо.